Полковник вооруженных сил в отставке Роман Светан присоединяется к нашему эфиру. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую, желаю всем здоровья. Это взаимно, спасибо огромное. Давайте поговорим о Курской битве 2024 года. Есть ли там новый котел для армии Российской Федерации? Вот Дипстейт сообщает, что в селе в Курской области россияне оказались уже в полном окружении. Так ли это? Ну, не одно село. Ну, не село, во-первых, деревня. Село это в Украине. В деревне российской там есть несколько деревень, где российские гарнизоны, они могут состоять из отделения взвода роты, батальона максимум. Они закрыты в таком режиме оперативного окружения. То есть пересечены дороги, снабжающие эту деревню. И у россиян нет возможности ни захода, ни выхода. Это оперативное окружение. Ну, так оно считается, потому в информационном потоке оно по-разному подается. Котел, окружение, в зависимости от видения ситуации на данный момент. Ну, реально в нескольких деревнях российские гарнизоны вот так запечатаны. Почему? Потому что у нас задача именно по этому направлению проводить маневренные бойки. Что такое маневренные бойки? Это без определенной линии боевого соприкосновения идет движение штурмовых групп на... Вот один из вариантов это как раз работа над окружением противника, которое засели в определенных местах. Так, связаться у них возможности своими нет. Быстро перебросить войска россияне сейчас не могут из-за недостаточности резервов по этому направлению. Снимать с Восточного фронта большое количество резервов они на данный момент не могут, потому что он тогда посыпется у них. У них там плохое положение на данный момент. Из-за того, что они вышли на Покровск, остановились и пока еще не расширили фланги. Работают над этим, но не расширили. Потому им просто негде взять резервов на деблокаду российских вот таких оперативных котлов. Поэтому на данный момент у нас есть такие положительные... Ну, положительная динамика, по крайней мере, по этому вопросу. Какое количество российских войск могло оказаться в этом оперативном окружении? Звучали цифры около 8 тысяч даже. Нет, это немножко разные котлы, так называемые. Там есть несколько деревень, которые оказали, и они уже несколько недель находятся в этом оперативном окружении. Там пока не доедят все с пятерочек в этих деревнях. Да, они там будут сидеть и выползать не будут. А нам нет смысла их, допустим, брать или контролировать, терять своих людей. Они все равно когда-то выползут. Кстати, выползают с поднятыми руками, с белыми флагами. Там по отделению, по два это бывает. Мы же и почему, откуда мы берем обменный фонд. Вот из таких вот, из-под таких пятерочек. Все выедено, все выпито. А дальше уже приходится принимать решение. А вот это оперативное окружение, в которое попали тысячи российских вояк, оно еще толком не сформировано. То есть оно больше географическое, если можно так сказать. Почему? Потому что с двух сторон мы там россиян, конечно, поджимаем. Они пытаются где-то контрактовать в районе Снягости. Но реально они поджаты к реке Сейм. Река Сейм это, в принципе, небольшая река по меркам, допустим, центральной Украины. Но не такая маленькая, как сеть переплюек. Это я любя говорю на Донбасском направлении. Там каждая речка у нас маленькая. Ее переплюнуть, перепрыгнуть можно. Вот Сейм это река с шириной от 80 до 100 метров. Довольно-таки скоростная по некоторым позициям. И ее пересечь, в принципе, есть определенная проблема. Вот они ее пересекли, по крайней мере, справа на левый берег, попав практически в оперативное окружение, географическое. С одной стороны, так это как минимум. Там несколько тысяч российских войск, в районе 3-3,5 тысяч российских войск находятся. Они пытаются где-то атаковать, но мы сейчас их поджимаем со стороны границы Украины. По некоторым направлениям от Веселого в сторону Глушкова, населенного пункта. Это на Сейму находится он. А это уже рассечение российского оперативного котла на два мелких оперативных. И сейчас идет движение попытки, по крайней мере, наших войск пробиться в тыл группировки российской в районе Снягости в сторону станции Глушкова. То есть Глушково населенный пункт на Сейму и станция Глушкова это в тылу Снягости. Это две разных локации. Но, тем не менее, наши войска туда сейчас пытаются пробиться. Плюс еще одна локация есть, которая, если будет предпринята эта попытка выхода на Рыльск, закроет, в принципе, еще один уже котел, уже не географический с помощью Сейма, а реальный, допустим, с выходом наших войск вдоль трассы Глухов-Рыльск. А это севернее Сейма. Севернее, и тогда уже, можно сказать, от 5 до 7 тысяч россиян могут оказаться в оперативном окружении. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам для этого надо достаточное количество сил и средств со стороны Глухова на Рыльск. Но хотя власти Рыльска уже объявили об эвакуации из этих районов гражданского населения, предполагая такое действие. То есть, скорее всего, право издания Forbes, которое описывает действия вооруженных сил Украины в Курской области, они говорят о том, что стратегия вооруженных сил Украины состоит в том, чтобы быстро перемещаться и брать российские войска в окружении. Просто с ними не согласно Financial Times. В то же время они говорят о том, что Украина не планирует захватывать больше территорий и окапывается, и защищает свои фланги. Ну, защищать фланги и двигаться – это два параллельных процесса, которые идут, потому, я думаю, одно и другое издание право в этом смысле. А так как украинские войска используют именно маневренные бои, ну, так это оно лежит на поверхности, мы постоянно двигаемся. И фланги защищать надо однозначно, но это защита флангов, а не остановка движения. Вот у россиян сейчас и россияне уперлись в Покровск, они остановили движение, им приходится укреплять фланги. У нас чуть другая ситуация, но я вот несколько примеров приводил на некоторых каналах, у вас тоже покажу для понятия процесса, понимания процесса. В свое время был такой серьезный рейд партизан-кавпака по тылам противника, по тылам фашистов. Сотни километров прошли партизанские отряды с основной-основной задачей – уничтожение тылов противника, уничтожение противника, личного состава, техники. И, в принципе, задача была выполнена, ну, очень такая фееричная. Вот та же самая, верно, задача сейчас стоит у наших войсках на российской территории. Не захват территории как таковой, нам территория не нужна, но у нас основная задача – уничтожение российской армии. Причем, чем больше мы уничтожим на разных локациях, тем лучше. Эта локация даже не только украинская, не только российская. Вот мы уже слышим уничтожение россиян, в том числе и в Сирии, до этого было в Африке, а я думаю, где-то еще и будет на Ближнем Востоке. Я из Сирии обязательно еще спрошу, просто не хочу уходить далеко от курской темы, да. Объясните тогда стратегию вооруженных сил Российской Федерации. Вы уже упомянули о том, что плененные срочники, пленные срочники, они гарантировали обмены. И обмены очень даже успешные для Украины, согласитесь. Чем тогда можно объяснить информацию о том, что Российская Федерация снова будет привлекать для участия в обороне в той же Курской области только что освобожденных с плена срочников? Ну и других срочников, которых еще призовут. Дело в том, что они по законодательству российского могут использовать срочную службу на территории России. То есть они могут, они и будут их использовать. Вопрос в каком качестве. То есть там же очень много, очень много сейчас задач вот в Курской области с точки зрения противника, с российской точки зрения. Очень много задач, которые им надо решать в тылу. И использовать срочников для тыловых определенных операций они однозначно могут. Потому и будут их использовать, а куда они держатся. У них нет, у них большой недостаток. Это говорит об истощении резерва, правильно я понимаю? Так точно, это как раз я об этом и говорю. Большой недостаток личного состава. Резервы, я даже не говорю уже о резервах, резервах их нет. Резервы сейчас на Восточном фронте, все практически. А личный состав, который может как-то даже не в качестве резервов, а выполнять какую-то боевую задачу сразу в ходу, даже просто в режиме какой-то обороны, тыловой обороны, и он будет привлекаться. Они даже там сейчас поднимают вопрос о создании территориальной обороны, так называемой. То есть вообще из гражданских лиц, раздавая оружие. Атака российской базы в Сирии. О чем она говорит? Это операция Главного управления разведки. Насколько сложно проводить подобные операции? Результаты, которые мы имеем на сейчас, и какие результаты в долгосрочной перспективе? Это как минимум говорит о том, что Главное управление разведки присутствует на разных театрах военных действий. Мы видели это присутствие ГУРа в Африке, только оно не подтверждает этого правильно. Нельзя подтверждать никуда. Мы можем догадываться об этом, понимая какие-то процессы, но подтверждать их до выполнения общей стратегической боевой задачи уничтожения российской армии и развала Российской империи лучше не стоит. Почему? Потому что это может просто навредить и стране, и в принципе той же разведке. Потому, понимая процессы, ГУР, естественно, подтверждать не будет. Ну а мы, как аналитики, можем, в принципе, разложить интересантов этих действий. В Африке было приведено несколько операций против российских ЧВК. Сейчас проведена операция в Сирии против, опять же, российских представителей вооруженных сил. Уничтожение складов, особенно складов, связанных и производством беспилотников, системного ведения, то есть определенных механизмов, которые потом могут попадать в том числе и на наш театр военных действий. Потому, где бы это все не уничтожалось, где бы вся эта техника не выводилась из строя, это положительно сказывается на наших вооруженных силах. Потому, а у главного управления разведки одна из основных задач – работать за ниткой, за линией фронта, за линией границы на разных участках, на разных направлениях, там, где это возможно. Сложная операция однозначно, особенно в Сирии сложнейшая. Но она была выполнена, причем, с подсветом в информационном потоке. То есть мы видим и причастность к ГУРу, выполнение ГУРом такого рода задач. Еще раз повторюсь, без подтверждения, но на видеоряде это прекрасно видно, что как минимум некоторые ГУРовские эмблемы там видны. Это раз. И это еще раз говорит о том, что главное управление разведки расширяет географию. Причем мы в последнее время слышали высказывания Буданова о том, что он так мягко, скажем, недоволен активностью Северной Кореи в поставках вооружений россиянам, которые в конце концов попадают на линию фронта уже к нам. А потому это такой мягкий намек, а может быть целеуказание некоторым группам, которые на данный момент в том числе есть и в этом регионе у главного управления разведки. Ночная атака по аэродрому Энгельс. Вот насколько она была эффективна? И не кажется ли вам, что на Энгельс почему-то прилетает пока еще крайне редко? Это можно объяснить? Ну, мы по Энгельсу работаем очень долго, уже третий год. Первые стрижи, если вы помните, Ту-141 пошли туда, это наши разведчики. Старые советские неплохие БПЛА беспилотники, тяжелые беспилотники, пятитонные практически самолеты с реактивным двигателем, которые могут ставить достаточно большое количество взрывчатки. Они были использованы по Энгельсу первыми, а потом были несколько заходов беспилотников. Но «Россияне» прекрасно, но все-таки это основная база россиян дальнестатистской авиации, причем там недалеко, в Саратов-63, находится ядерное оружие чуть южнее Энгельса. Под самим Энгельсом находится большое количество авиационного керосина, там в Карстовых пещерах устроен такой склад горюче-смазочных веществ, так называемых, но там тысячи тонн горючки находятся, потому россияне, естественно, его укрепили, укрепили с помощью ПВО, там находится несколько панцирей, панцирь С-1 это довольно-таки неплохой зенитно-ракетно-пушечный комплекс, две пушки, 12 ракет, одновременный залп, но тем не менее их можно вскрыть. Несколько штук их там есть, если туда отправить не несколько беспилотников, вас сотню или больше, они, в принципе, должны вскрыть эту систему ПВО России, именно по Энгельсу. Я думаю, эти выходы наших беспилотников, пока это разведка боем, надо сначала определить алгоритм работы ПВО противника, расположение зенитно-ракетных комплексов, расположение средств РТВ, радиотехнических войск, локаторов противника, а потом уже наносить серьезную атаку. Я думаю, что это пока разведка. Но результаты этого удара в течение суток должны быть ясны. ГУР подтвердит, уже сканируя определенные снимки спутниковые в течение дня. Ну, будем ждать результатов и будем ждать, когда от разведки боем перейдут уже на десятки и сотни дронов, запущенных одновременно по аэродромам и другой военно-транспортной логистике Российской Федерации. Роман Григорьевич, напоследок, ровно неделю назад в интервью в этой программе, в интервью моему коллеге Владимиру Тимошенко, вы сказали следующее. Через неделю мы должны с вами проанализировать ситуацию на Кураховском направлении. Она сейчас наиболее опасная, далее даже опаснее, чем на Покровском. Семь дней прошло, что изменилось? Так и есть. На Покровском даже, я бы сказал, она больше стабилизировалась за эту неделю. То есть, россияне переформатируются, пытаются, они понимают, что сходу они на Покровск не выйдут, пока не усилят основу этого вклинения оперативного, которое дошло до Покровска. И не продолжат движение уже в сторону Курахова, в сторону Углидара. Основная сейчас у них задача выйти на Курахово, выдавить наш гарнизон с Невельского направления и попытаться выйти на Курахово с севера через Украинск и с северо-востока через Красногоровку, через Йоргиевку они выйти не могут с востока напрямую, с Маринки. А вот с севернее, то есть обойти этот наш гарнизон и зайти на Курахово с северо-востока, они сейчас пытаются, но им пока мешает наш гарнизон, который находится в Невельском. Там выстроена система обороны, она такая, как домино практически, потому очень важно для нас удержаться, потому что придется тогда схлопываться. Одно накроет другое. Потеряем гарнизон в Невельском или западнее Невельского, потеряем тогда и Курахово, а потеряем Курахово, потеряем Углидар. А теперь, если дальше потеряем Углидар, россияне развернутся и зайдут с юга уже к Покровску. Они с востока зайти не могут, прекрасно это понимают, для этого им надо будет уже южнее через Углидар выходить на Великую Новоселку, то есть там дальше уже разворачиваться, и с юга, захватив Селидово, выходить с юга к Покровску. Вот этого нельзя допустить ни в коем случае. Ситуация на данный момент именно по Кураховскому направлению усугубилась. Россияне больше продвинулись в сторону Курахово, особенно со стороны Украинска. Они сейчас практически в полуокружении взяли наш гарнизон в Украинске. А это такой ключ к выходу на Курахово с севера, с севера, с запад. Потому ситуация еще больше усугубилась, и я пока не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство занималось именно этим направлением. Потому что не увеличивают количество боеприпасов на этом направлении, нет постановки строй внутренних войск, я неоднократно об этом говорил сейчас, из-за того, что угробили практически этим мобилизационным законом из-под палки, угробили профпригодность наших войск, и, естественно, практически угробили мобилизационный механизм постановки строй мотивированных и профпригодных бойцов. У нас в строй становятся люди, которые не мотивированы, не профпригодны. Научить их практически невозможно. Они, в конце концов, либо погибают, либо бегут. Решить этот вопрос можно только сейчас, на данный момент, уже раз в такую ситуацию попали, только постановкой в строй силовиков, внутренних силовиков. Нацгвардия, нацполиция. Но они часть уже воюют, и нацполиция воюет, и нацгвардия воюет. Но, тем не менее, надо увеличивать это направление. Министерство внутренних дел строит в полном составе в строй и спасает Донбасс. Иначе это будет выглядеть как сдача Донбасса. Причем со злым умыслом, я бы так сказал, начавшимся еще с принятия этого мобилизационного, больше похожего на подготовка к концентрационному лагерю. То есть, концлагерь Украина, примерно так. Это сейчас наметки такие, но выглядит примерно так. Надо выходить из этого состояния, переходить на формирование армии, профессиональной армии с помощью мотивации и отбора профпригодных бойцов. Ну, будем надеяться, что работа над ошибками, если таково имеется, будет проведена. Спасибо вам огромное за ваш анализ и за время, которое вы нам уделили. Роман Светан, полковник Вооруженных сил Украины в отставке, присоединялся к нашему эфиру. До новых встреч.